Здравствуйте, друзья! Мы вместе надолго или не знаю. Я снял целую серию фильмов, назвав их Великие Претечи. И вот мои современники, с которыми я дружил, которые совершили немыслимые чудеса, совсем недавно ушли в мир иной, ушли непонятые, непризнанные. Обидно, страшно. И вдруг случается такая вещь, уже все забыто. Извините, нахрен не нужно вообще. Россия, которую удивили эти люди, должны были удивить. Потом случилось маленькое чудо. Сейчас я вам его покажу. Я буду не спеша говорить, я буду долго говорить. Вот, это моя боль. Боль за друзей. Как говорится, из-за державы обидно. Вот, смотрите. А, мне надо проверить, или это запись? Все будет очень важно. Да, запись идет. Итак, не ки-ки-ки. Некитин. Некитин. Так. Вот. Дальше что? Сенсация. Искать. И вот мы сейчас видим, что прорывное открытие в мировой науке Ученый, сейчас поподробнее Российский ученый Максим Никитин открыл новый механизм хранения информации в ДНК Как это случилось? А, еще подробнее Невероятный прорыв в мировой науке Шаг в абсолютно новую эру биологии Которую в одиночку сделал россиянин Вот он, Максим Никитин И, может быть, получит Нобелевскую премию А может и нет Его должны были бы задвинуть далеко-далеко И даже не открывать Почему? Он одиночка Он работал в одиночку И помимо Это очень важно, друзья Очень важно Помимо Через голову, скажем так, академиков Происключилось чудо Его опубликовал в журнал мирового уровня И вдруг оказалось, что то, что он открыл, имеет фундаментальное значение Фундаментальное Цитирую Механизм хранения информации в ДНК Это может быть ключом к разгадке таких тайн, как неизлечимые болезни Механизмы старения Возникновение жизни Так вот, возникновение жизни мы уже открыли до того Вот что обидно-то Вот Уже открыли А они же собираются открывать Вот Все, что сейчас приписывают этому молодому ученому Это здорово Великолепно Нам нужно теоретическое обоснование Очень нужно Потому что ДНК, кроме основной цепочки, имеет еще То, что раньше считалось мусором Маленькие кусочки Плавающие себе в протоплазме Нет, ребят Это оказалось не так И вот самое страшное, что давно нами открыто Уже давно открыто Открыли с нуля Я поздравляю Максима Никитина Вот Я даже не уверен, что раз он обошел своих именитых коллег Более именитых Более степененных Более значимых, что ли, с официальной точки зрения Что ему позволят продолжать в таком же духе Почему он не взял в себе 10 саптера, 10 человек А знаете почему? Он покусился на фундаментальное Никто бы не согласился Вот Это так же, как сейчас это превалирует А божественное происхождение жизни на земле считается Этим самым ересью Наоборот, все, ересью Вот И так же здесь получается, что Это просто выигрыш лотерейный билет Вероятностью один из тысячи Поздравляем А теперь Я вам покажу Его предтечи Все, что он открыл Давно известно Вот Но Это не может быть признанно наукой Потому что все, что сделали мы Это покушение на основы Вот И если бы не Никитин, который напрямую Опубликовал статью И был раскручен Нет, не наука кричит сейчас Мы, у нас гений Нет Журналисты Журналисты Им нужна была сенсация Им нужно было продолжать Это А чем еще, как не сенсация, может удивить людей Смотрите, друзья Внимание Итак Мы сейчас с вами Могу сделать две-три серии В основе То, что было То, что много-много лет существует В моих дисках Учебных На моем сайте На сайте Латинкова Вот Уходят наши лучшие друзья Волшебники Видите, я бы называю Вот Я Конечно Разностранные Разбрасываю Разбрасываться трудно Но Я когда набрал Мои друзья Волшебники Вот тут глава первая Это Татьяна Александровна Нога Так Вот А я должен сразу взять И вторую, третью главу А я не могу Морального права не имею Вот взять И скажу Просто пропустить Поздороваться Сказать Царство тебя невеста Татьяна Александровна Ну не смог Вот И тогда Я просто говорю Это уже все было Фильмом было Еще раз Вы просто Видите какой шрифт Удобный Даже на телефоне Вот И Вот ее письмо Она так хотела Чтобы Можно было Хотя бы Кроме Пенсии Инвалидной Чтобы хотя бы Хоть Что-то заработать И у нее оказались Веси Невозможное Невиданное Неслыханное Это не Вегетативная Георизация Которая мы С Латинковым Кричали Кричали И ни до кого Не докричались Нет Это другое направление Вот Видите А я не буду Еще цитировать Но сейчас Направление Жесткое Вегетативная Георизация Просто Пропустить не мог Кому надо Вернетесь Прочтете Вот Вот моя Переписка С чеком Уже Ну считайте Уже С тем светом Тем светом Потом вернетесь В любом месте Остановите И прочтете Вот Единственное Я возьму на себя Смелость Дать вам Рассмотреть Ее уникальные вещи И сказать Как это случилось То есть Уже моими словами Я дружил с ней Единственное Из таких Ну скажем Известных Содоводов Кто с ней дружил Придет время Это я пишу И вот Изобретут Тончайшие приборы И с удивлением Обнаружат Деревья Мозги И даже Душу Родственную Нам И только Тогда На земле Наступит Золотой век Сродни Библейскому Раю Это при условии Соранчивания Уничтожен Считайте Это все Сами Мне Начинает Сильно Стучать Сердце Я Последние Годы Рискую Почему Я Так Волноваться Начинаю Ведь Я сейчас Говорю Чеком Который На том Свете Это Это Прощете Потом Это Очень Важно Это Нужно Ведь Я Потом Это Самое Все По Сибири Пошла Моя Статья О ней И все Таки К ней Приехали Ученые Но не привезли Ни копейки Денег Уже Ее дочке Которая Потеряла Уже Мама Вот И ни копейки Денег Не привезли А мама Просила Продать И Получилось Ни деньги Ни копейки Ни науки Ничего Не получило Так Обидно Было Вот Можете Представить Степень Моего Торжества Пишет Татьяна Александра Когда Я угощала Скептиков Насмерщиков Своими Яблоками Невесой 2007 года Они Выкорчевали Черные Погубленные Морозом Сады Моя Карамель Сливака Ничем Не бывало Вот Сейчас Я Ну как Получилось Ну пусть Будет Первая серия Почти Вся Ей Посвящена Вот Одна из Тех Которая Тоже Обо сне Совершал Открытие Как я Есть Статистика По которой Ей бы Не хватило И Десять Тысячи лет Чтобы вырасти То что Невесой Я сейчас Открываю Своё Это всё Может потом Отдельно Мне всё это Процитировать Так жалко Что Всё это Похерено Я вас не знаю Как по другому Говорить Читали В этих Челябинских Госуниверситетах Читали мою Статью А чё Толку Потом Посмотрите Ладно Семя Много Ой Боже Какая Какая Это Бесценная Информация Итак Вот смотрите Человек Умирает Вот Ему Снится Что ему Надо есть Яблоки 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 И она Эти яблоки Ела И За какое-то Время Вернула Здоровье Семечки Она Превратила В деревья А Деревья Вот вы Понимаете Что это Значит Этого Не может Быть Одна Двух Трех Тысяч Только Одна Яблоня То есть Надо было Посадить Две Три Тысячи Семечков Что получилась Даже Не такая А попроще А вот Еще Сорт А вот Еще А это Семечек То что В принципе Невозможно Я имею в виду По статистике Невозможно По теории Вариантности Невозможно Я прицепился К этой фотографии Вот Извини Это Рюль Алексеев Семечков Я Не мог Не задержаться С нашей Подругой Я ей сказал Никогда Если не будет Абсолютно Вкусное Яблоко Никогда Не будет С него сок Высасывать Пчела Или шмель Или оса Никогда Вот Я говорю Вот ваш Дегустатор Ваш Именно Это Яблони Это Высшая Лига Ну Дальше Укорененные Деревья Вот эти Чудеса Вот эти Чудеса Вот эти Чудеса Ну не может Из семечек Быть Это Если мы Умножаем Знаете как Вероятность Одной из тысячи У одного сорта Вероятность Одной из тысячи Я округленно У другого сорта То вероятность Двух Попаданий Умножаем Тысячу на тысячу Один из миллионов А три И так далее Доходим до миллиарда Ну вы посмотрите На это Ну посмотрите Куда наука смотрела Куда Она даже умудрилась Вот из этих вот Из этих вот Семечек Не знаю как она Руки волшебные Мысли Пормы какие-то Загадала Пустула Простулась В руке Подержала Семечки Вот из этих вот Красненьких Получились Вот эти Вот Эх Татьяна Александровна Татьяна Александровна Как тебе было обидно Ведь ты же знала Все Ведь я Тебе раскрыл Все Это Милая Таня Я тебе все Расскрыл Я раскрыл Тебе Статистику Я лучший ученик По математике Физике Химии В школе Всю статистику Невозможно 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 Возьмут Самые роскошные Яблоки Так же Там сколько Сардов Я не считал У тебя 6, 8, 10 Самые роскошные Яблоки Возьмут Все институты Страны Посадят Семечки Из них Вырастят По 100 По 200 Штук И дай бог Если А у нее Это каждое По этому Попаданию 100 и 100 То есть Один из одного 100 и 100 Процентов Почему Я это Называю Селекция Как Сейчас Скажу Селекция Силой мысли Силой мысли Вот это вот Влияние Излучения Мозгового Влияние Мозгового Излучения Вот Я сейчас На секундочку Вот сюда Попаду Это Одна из Моих Самых Умных Самых Талантливых Нет Не учениц Нет Подруг Коллег Человек Которого Я Называю Дочкой Сестрой Вот смотрите Глобальная Мутация Человека Академик Леронов Вот смотрите Павел Галяев Ментальная связь Мы Продесценты Полей Еще есть Павел Петр Галяев Еще есть Еще и Это Самое Еще и Эти Самое Другие Работы Более Близкие К нам А Мы К ним Вернемся Когда Будем Сейчас Разбираться Уже С Латинковым Юрий Алексеевич А пока Посмотрите Чем мы Занимаемся Почему Этим Не занимается Наука Сейчас Погодите Секундочку Я Шарпун Одно Слово Ладно Это Наверное Будет Уже Вторая Серия Это Будет Вторая Серия Вот Это Сила Местер Солдана Это Вероятность Один На Миллион Если Это Было Просто Посадил И Все А Когда Не Просто Посадил А Когда Загадал Вот Уникальные Мозги Уникальные Ведь Она После Этого Создал Вот Эти Чудеса Сколько лет Надо Был Это И Семян Понимаете И Семян Семян Вот Семян Совершил Чудо Это На Уровне Иисуса Христа Она И была Мне кажется Что Если Существуют Ангелы Вот Еще И Женского Рода Не Знаю Если Такие Но Она Из Ангела Вот Это Чистая Жизнь Это Человек Который Я не знаю Как она по землях Ходила Но Как Что Она Летала В конце Страшная Что Это Не Пригодилось В стране Ведь И Семечка А дальше Знаете Что она Делала Она Продолжала Сохраняла Эти Качества Укорением Делая Корневые Отводки С этого Дерева Низко Селившиеся И так Далее Это Уже Просто Технология Там Уже Не волшебство Там Уже Мастерство Я волнуюсь Мне сейчас Надо Ити Там Валидол Или Еще Лучше Кроволол Кроволол Нельзя Скоро За руль А Вот Так И Живем Вот Получилось Начало Платинкова И Я тоже Был Говорить Платинкова Я Тогда Сделаю Анонс Смотрите Будем Считать Что Это Была Прям Вторая Серия Вот Этим Волшебникам Посвящена Это Короткая Ну Что Делать Вся Информация Я же Там Пролеснул Посмотрите Сами Убедитесь Что Это Правда Была Волшебница Ну А Мы Сейчас Откроем Еще Вторую Серию Снимать Потому Что Еще Один Волшебник Который Который Я считаю Один Из Основателей Предшественников Предтечи Того Никитина Действительно Гениального Володого Ученого Это Все Это Все Это Все Это Все Супруги Латинковой Все Все Я Сейчас Это Я Как бы Вас Заманил На На Вторую Семь Поняли Да Все Друзья Я Отключаюсь Вот Это Не рекламная Статья Но Это Деньги Которые Я трачу На И много Трачу На то Чтобы Этот Фильм Доводили До ума То есть Титры Музыка Оформление Какие-то 200 рублей Если Кто-то Считает Что Фильм Снятый О Прекрасной Женщине Царства Небесной Татьяне Заслуживает Внимания Потому Что Это Огромная Тема Вот Селекция С помощью Мысли Можно сказать Мысли Форм Даже так Вот Нужна А это 200 рублей На оформление Фирмы А если Трое Прошут По 200 Рубль Значит Еще Две серии Будет Эта же Серия Если Десять Человек Еще Другие Притечи Есть Ведь Ни один Человек На всей Планете Не знает То что знаю Я Ни один Ученый Никогда Не знал Не интересовался Нашими Великими Раз на том Сете Уже Притечами Вот Ну что Давайте Ждем Нет Не перевод Это я пошутил Нет Это я Намекнул А просто Ждем Вторую Серию Потому Что Великие Тайны С помощью Латинкова Я только Начинаю Приподнимать Занавес Вот Так Сложилось Все Великие Практически Позади Вот А Ну чего Мы фильмы Снимаем Деньги Тратим И нервы Чтобы Повторилось В наших Детях В наших Внуках То что Мы смогли Хотя бы Повторилось Вот А лучше Научили Руки Отращивать И ноги Отращивать Вот Поняли Окончательно Почему Существуют Стволовые Клетки Что Это Божественное Что Эти Самые Микроклоны Что Это Опять От Бога Что Это Не могло Быть Подармено Никакая Селекция Естественная Природная Никакая Ничего Ничего Не могло Само Родиться Вот Просто Взять Вот Так Последовательно Брастали Зубы Брастали Крым Нет Чушь Это Ребята Все Это Было Ну Что Ждем Вторую Серию Взять 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 Взять